Вы знаете, какие две отличительные реалии я вижу в сегодняшнее время по отношению к прошлому? Это, конечно, некоторое изменение финансового потока, но, если мы вспомним военные годы, или послевоенные, предвоенные, когда гимнастика была на высоком уровне, то там были хуже финансовые условия. Самое страшное – это нравственный дефицит сегодняшнего времени. Я тоже оптимист, я тоже надеюсь. Я думаю, что наши ребята и девушки сейчас как-то стабилизируются. Надо разобраться в голове, как говорят, вся разруха с головы начинается, надо в голове разобраться многим и с одним швастненом, и с тренером, и с руководителем. Спасибо, Юрий Владимирович. Юрий Титов был гостем нашего эфира. Мы продолжаем нашу прямую трансляцию. Спасибо, Юрий Владимирович. Всю историю всколыхнул в своем интервью. Очень приятно было послушать. Но за это время выступил, конечно, наш замечательный Максим Девятовский, на которого мы возлагаем надежды, получил на кольцах. Это довольно сложный для гимнаста снаряд 9,3. Это прямо-таки прибавило ему эмоций, и таких положительных именно эмоций. И я думаю, он напряжется, будет дальше продолжать борьбу хорошую. Я вам уже говорила, что на кольцах предъявляется гимнасту очень сложные требования. Потому что, несмотря на низященство, внешне низященство, во всяком случае, Голосуцкого, он удовлетворил требования правил всех, и показал и силовую часть, и маховую часть, и все это было выполнено очень элегантно. И я как-то сегодня уже столько раз вспоминаю Девятовского, и ни разу не напомнила его тренерский состав. Потому что, конечно, им в первую очередь надо говорить спасибо. Это заслуженный тренер, уже с большим именем, с большим стажем. Это Столяров Геннадий Кифорович.